Урка или ромашка, тебя как звать? У нее с рогом что-то, один наверх, а другой вниз, как будто не докрутили его. Вот наш домик, в котором мы живем. Тут рядом коровы пасутся, хозяйство, там наша машина стоит. Нашли в лесу землянку, там кто-то живет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вид, конечно, на 100 баллов Вообще шикарно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как тебе седло? Седло отличное, но ветер не холодно А бурек как? Бурек прекрасен А вид с буреком? Все прекрасно, за исключением ветра Бурек вкуснее с таким видом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень удобное место для занятий баскетболом Субтитры создавал DimaTorzok Сфоткай меня Ты видео снимай? Я хочу взять вот такой камень большой Как будто это мяч И вот так вот он встал над кольцом Как будто я его сейчас кидаю А ты фотку сделай Наташа закидывает мяч в кольцо Нифига у тебя мяч Попала? Нет Да что ж такое Там стоишь, там сядешь Как мы сами себя фотаем Вот так например В этой дичи некому нас сфотать Городим городбу, чтобы друг друга Ой, самим себя сфотать Все, давай Доброе утро Сегодня мы встали пораньше, чтобы выехать пораньше Пошли нам ехать до Пераста, до Бока Которского залива Хозяин нам уже почему-то раньше времени принес завтрак Сейчас я вам его покажу Вот так выглядит завтрак по-черногорски На двоих Куча блинов Куча блинов Яичницы Сосиски Какие-то еще непонятные штучки Вчера были фрукты А сегодня нет фруктов Кофе с молоком Сок Нарезанные овощи немножко Колбаска, сыр Сейчас будем завтракать И выдвигаться в Пераста Вчера Кофе Затур Вчера Убернули Мифи Вчера Также Остальное А Вчера Сосиски Кофе Боко-Конторский залив во всей красе. Сидим в устричной, ждем нашего заказа. Заказали 4 малюсеньких устрички и жареную дораду Наташа. Сказали, что устриц больших сегодня нет из-за погоды, потому что все их запасы больших устриц съели на выходных, а новых устриц водолазы еще не привезли. Должны после обеда. Я попробовал, заказал 4 микроскопических устриц. Боюсь даже предположить, насколько они маленькие. Сейчас принесут, покажу. Вот такие оказались черногорские мини-устрички. Одному евро за штучку. Сейчас буду попробовать. Нормальные устрицы вот с половиной моей ладони. Вроде не сильно маленькие, более-менее. Наверное, по местным меркам считаются совсем маленькие. И буду запивать французским сидром яблочные. Чайки летают. Сейчас как бы мою устрицу не утащили. Такой вид. Ты слышишь, как чайка кричит? Как все нормально. Ее режет кто-то. Сидорат. Смотрите, какая она красивая. С чесноком. Сейчас будем есть. Я своей устрицей уже с треска допиваю сидор. Заселились наши апартаменты в Пирасти. В старинном каком-то средневековом доме. Такая здесь кухня. Диванчик. Стол обеденный. Телевизор. Потолок средневековый из балок деревянных. Там вход. Наташа уже готовит оплату. Вот смотри, тут какие птички живут. Искусственные. Птички тут сидят в клеточке. Фонарик. И вот здесь спальня наша. Тоже с такими балками. Но самое главное. Открываешь окошко. И такой вид. Как тебе вид? Шикарный. Даже не холодно. Толпы туристов под окнами ходят. Ну это еще не толпы. Представляю, что тут летом. Мы тут обнаружили интересную систему закрывания и открывания окон. Средневековый. Такая вот щекол. Ты должен вот так вот повернуть. Вот тут вот внизу есть крюк. Сейчас вы увидите, как он работает. Ну вот так вот он открывается. Все. А чтобы закрыть. Да. Видите? Вот посмотрите. Вот видите. Да. А чтобы закрыть, вот так вот закрываете. Поворачиваете вот этот крюк. А потом вот эту щеколу вот так раз. И все. Вот так вот. Средневековая технология. Гуляем по пирасту. Пошли, по крайней мере, прогуляться. Видим такие виды вот. Там наш дом с окнами на вот этот залив. Островки с монастырями. И Бокаторский залив. Мы увидели какой-то интересный кустик. С такими плодами. Похожи на лайм. Но какое-то вот у них какая-то попа приплюснутая, не лаймовая. Мне кажется. А так на лайм похоже. Дом сгорел. Видимо эти пожарки не смогли до него наверх добраться очень быстро. И дом сгорел. Вот теперь стоит обугленный. Провода, как всегда, портят настроение и антураж таких мест. Мороженое нужно позвонить звонок. Позвонить звонок. Ждем ответа. Расскажи нам какую-нибудь интересную историю. Мы с Игорем решили, что в этом доме живет дворецкий Хозяева живут в Лондоне, уехали там и живут У нее название написано, Эмилиана Куча Куча это по местному дом Все ставни закрыты, цветы высажены, все ухаживают за ними Игорь говорит, дворецкий с садовником тут живет Хозяев нет Вот такая история Кошка нас куда-то ведет, мы идем за ним Она уже убежала Вот она Нам сюда? Наш проводник Там кабак или что? Там частные водения Мы сюда хотим Пойдешь с нами? Пошел на выход В Адриатику Из бока Каторского залива Из бока Каторского залива Тут приватный бассейн Шли мы шли по лесенке наверх Приличный дом вроде такой, клеточки там в катках стоят И тут бац, такая дыра в крыше Вот такой мост Там какие-то мешки Там похоже кто-то живет А вот это мост и проходит Вот гранаты у него садятся Идем и дальше идем И тут такой бассейн Вот похоже еще идет стройка какая-то Но я не вижу где здесь вход Как сюда попасть Купаться с таким видом Дорогого стоит Еще похоже Какой-то ремонт Или доделки идут Мы с Наташей как всегда Лазим по каким-то Буэракам Заброшенным Частям Туристических городов Мадам в шубе из трости Какая-то видимая знаменитость Старый город Котара Гуляем вечером по темноте уже Приехали из Пираста прогуляться немножко Здесь стену проецируют старое кино Ольга Ха-ха-ха-ха Частя 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приехали сдали машину с горем пополам Было целое приключение Я пошел сдавать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну в итоге все сдали У нас с утра еще на стоянке В парковке какой-то мудак Стукнул Спереди Немножко так потертость Фара не лопнула Но поцарапал нам Бок машины С прокатчиком Разговаривали и разговаривали В итоге Мы ему оставляли 100 евро Франшизы Он 50 евро забрал За этот инцидент Сказал, что если бы мы Все решали через полицию То это нам бы стоило 70 евро В общем Небольшая такая неприятность Нам 50 евро обошлась Ну и бегали тут Друга искали Прокатчик искал нас Чтобы забрать машину Я искал Наташу Чтобы с ней встретиться Она искала меня Я искала прокатчика И прокатчика Все друг друга бегали Вокруг отеля Пальмы Искали друг друга Еле-еле нашли Сдали машину на полчаса позже Назначенного времени В общем Немножко нервы потрепали Такой неприятный инцидент У нас под конец получился Но ладно Куда деваться Не все идеально бывает Сейчас вот прогуливаемся По набережной Тивата И тут прекрасно В Тивате Отличная набережная Не то что в других городах Прям приятно гулять Комфортно Такие большие чистые тротуары Вдоль берега идут кораблики стоят Яхты дорогущие Пальмовая такая аллея Красота Мне тут нравится Мы тут увидели такую интересную яхту Вот она стоит Серая Называется Оливия О Мне она напомнила Какой-то Какой-то военный корабль А Игорь говорит На подводную лодку Похоже Мы загуглили Чья это яхта И выяснили Что у нее Пять палуб И она принадлежит Какому-то миллиардеру Из Монако И стоит она 200 миллионов долларов Вроде как она Какая-то исследовательская Уникальная В своем роде Ну очень пафосный райончик Порта Монтенегра Пивати С роскошными яхтами С пальмами С такими вот Фатасиси Модными Фонтанчики Пустики Обстриженные Красота Очень тут круто Конечно И пафос Пустики Друзья, наше путешествие замечательное по Черногории подошло к концу. Объехали мы всю практически страну. От Герцог-Нови до Ульциня и на север до Жабляка посетили парк Дурмитор, Бока-Каторский залив. Хорошо покатались. В общем, очень насыщенно, очень богато проехали. Еще в первую мою поездку в 2010 году я отметил для себя какая-то красивая страна. И в эту поездку я лишь один раз этому убедился и подтверждаю, что Черногория одна из самых красивых стран, которых я видел за свои путешествия. Вот, что еще сказать? Ну, особенно мне по душе пришелся пираст на Бока-Каторской бухте. Это прям легло мне на душу. Очень мне там понравилось. Душевное городишко. Хотя, конечно, там есть свои недостатки. Из природных красот, конечно, парк Дурмитор. Очень красивая природа, горы, озера. Рекомендую, кстати, туда съездить. Не ограничиваться только Будванской или там Тивацкой или Ульцинской ривьерой. Съездите на север, посмотрите природу, другую Черногорию. Завтра мы улетаем сначала в Стамбул и потом наш долгий путь домой продолжится. На этом всем пока. Приходите к нам еще. Смотрите наши видео с Наташей. Заканчиваем наше путешествие в Порто Монтенегро в Тиваке.